Тверичан беспокоят колодцы, парящие на бульваре Шмидта. Местные жители боятся, что в один момент может произойти серьезная авария на теплотрассе. Наша съемочная группа разбиралась в проблеме. Наталья и Надежда регулярно прогуливаются по бульвару Шмидта. Живут недалеко, поэтому их маршрут почти ежедневно пролегает именно здесь. Но каждый год с приходом осени прогулку омрачают зловонные миазмы. Запахи мы чувствуем, конечно, ну чем? Фекалии. Что еще уже бахнут? А что вы думаете? Тут он постоянно копает, постоянно оставляет все. Виной тому парящие колодцы. Их на бульваре три. И такую картину местные жители вынужденно созерцают не только осенью, но и порой всю зиму. Горожане недоумевают, почему не принимаются меры. И, кстати, многие жители не решаются жаловаться, так как боятся, что ремонт проведут за их счет. А еще и в платежку добавят счета за вот эти тонны потерянной воды. Как только, видно, отопление дают, как только по сезону. Да. А когда летом, они не пороют. А сейчас вот так вот. Это постоянно практически. Местные опасаются, что все в один прекрасный день здесь может размыть. И в определенный момент на подмытом бульваре может образоваться провал, как это нередко бывает в подобных случаях. Однако, как мы выяснили, опасения тверчан могут быть и напрасными. Если колодец парит, это не значит плохо, пояснили нам специалисты в области городских подземных коммуникаций. Зачастую это единственная вентиляция. Поэтому особенно, когда понижается температура наружного воздуха, происходит перепад. В тепловой камере около 40-50 градусов, а на улице минус. И если в тепловой камере все-таки есть вода, это, естественно, усиливает испарение. В этом случае специалисты разбираются, откуда произошел приток жидкости и каков ее состав. Чтобы поставить все точки над «и» и разобраться в причинах возникновения зловонных испарений, мы обратились в Тверскую генерацию. Однако, получить ответ на наш вопрос ведомстве не удалось. Пока же в качестве слабого утешения предлагается надеяться, что парящий колодцы на Шмидта — это свидетельство перепада температур, а не очередная авария на теплотрассе. Быть может, после выхода нашего репортажа в Тверской генерации все-таки проверят колодцы на бульваре и устранят источник загрязнения атмосферы, чтобы прогулки по городскому бульвару приносили тверичанам и гостям областной столицы удовольствие, а не раздражение и разочарование.